Бинокль, фотоаппарат и блокнот – главные инструменты в работе орнитолога. Перепись птиц в этот день проходит во всем мире. Ученые собирают данные об изменении численности, состава и места обитания птиц. Основные пункты наблюдения расположены на путях миграции пернатых в Западной Европе, Африке, Центральной и Южной Азии, Ближнем Востоке и России. Территория заповедника Утриш для орнитологов уникальна. Здесь пересекаются сразу три миграционных потока. Миграции идут у нас с Европы, через Крым, также крымские популяции сюда летят и дальше туда уже в сторону Турецкого побережья, Африки, частично в Средиземном море. Первым в России к международному проекту подключился именно Краснодарский край. Сегодня на Кубани порядка 300 особо охраняемых территорий. Три из них федерального значения – это Кавказский биосферный заповедник, Сочинский национальный парк и заповедник Утриш. В 2012 году он приобрел статус ключевой орнитологической территории. Здесь очень высокое биоразновразие орнитофауны. Здесь насчитывается более 200 видов птиц разной категории – мигрирующих, гнездящихся и более 100 видов гнездящихся видов птиц. Кроме того, зимой скопления птиц бывают очень значительные – от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. В этот раз ученых ждал приятный сюрприз. Чернозобая гагара, занесенная в Красную книгу России, до этого времени встречалась в лучшем случае парами. Сегодня ученые зафиксировали группу в 30 птиц. Орнитологи говорят о положительной динамике. В последние годы наблюдается увеличение численности птиц на территории Краснодарского края. Увеличение численности водоплавающих птиц связано с хорошей кормовой базой, которая сложилась в Краснодарском крае благодаря высокому развитию сельского хозяйства и наличию крупных водоемов, обладающих кормовыми ресурсами для этих водоплавающих птиц. И также немаловажно то, что здесь обеспечена достаточно хорошая охрана. Однако по некоторым видам птиц ситуация прямо противоположная. Зафиксировано резкое снижение численности лысухи. Эта птица селится на пресноводных озерах. Рост показателей в аграрном секторе в этом случае играет не на руку пернатым. Многие водоемы используются для хозяйственных нужд. Немало проблем доставляют охотники. Их в России зарегистрировано более 3,5 миллионов человек. Для того, чтобы найти разумный баланс, по итогам исследований будут сформированы предложения. Они лягут в основу изменений правил охоты и станут дополнением к новому изданию Красной книги России.